Мир вам, братья и сёстры, христиане! Не будьте рабами своих планов. Часто христиане являются рабами не даже кого-то, а рабами своих планов. Значит, очень важно, братья и сёстры, правильно распределять день и правильно планировать. Значит, повестку ваших, скажем так, дел. Мы читаем. «Не знаете ли, что тела ваши суть — храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть мы должны помнить, с того времени, как мы приняли водное крещение, мы не свои, мы стали рабами Господними, воинами Господними. И главное, у нас должно быть служение Богу, вы должны это понимать, братья и сёстры, от рядового члена церкви, скажем так, до пресвитера церкви. Вы не свои, то есть вы должны одно… Это не просто, когда вы становитесь христианами, вы перестаёте, например, если вы в мире пили, курили, говорили нецензурную лексику и так далее, вы просто это оставили, и всё, и вы стали христианами. Нет, этого недостаточно. Вы должны поменять свой образ жизни, свой образ жизни, понимать, что вы уже пришли, вот как человек, который заключил контракт, он пришёл в армию, например, да, он уже, главное, должен отдаться, скажем так, делу этой службе. Поэтому нужно менять самое первое ваше мышление, вот эти ваши желания, ваши планы, нужно менять в соответствии с Словом Божиим, нужно просеивать ваши планы, вот вы что-то хотите продумать, оно соответствует Богу, Божьей воле, или нет вот эти мои желания, то, что я хочу, потому что начинается всё с мысли, начинается всё с желаний, с планов. Как мы читаем, великое обретение быть благочестим и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание одежду, будем довольны тем, а желающие богачаться впадают в искушение, в сети во многие безрассудные и вредные походи, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть серебролюбие, которым, предавшись некоторые, уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. Вначале многое ещё исходит в вас от ветка человека, и даже враг может навеивать вам, вначале у вас возникает определённое желание, возможно, даже из-за зависти. Вот вы видели у кого-то что-то, какую-то вещь, какую-то дорогую машину, или там ремонт очень дорогой, хорову какую-то там, или там какая-то одежда очень дорогая, и так далее. И всё, вы хотите вот это начинать, вот начинается как бы, понимаете, с вещелюбия, вот это желание ваше возникает, потом в вещелюбии, то есть вы хотите приобрести определённую вещь, а для этого нужны деньги, и оно перерастает в серебролюбие, то есть целый комок вот этих грехов. А когда вы увлечены этим, вы попадаете в пагубу, становитесь ненадёжными в деле Божьем, и вы двигаетесь в сторону от падения вообще, от веры, можно сказать, от настоящей веры, от настоящего христианина. Это очень опасно. То зерно, которое впало между терниями, да, суета, забота. А чего суета? Чего забота? Потому что хочется больше денег. А больше денег для чего? Потому что хочется купить определённые вещи. А для чего эти вещи? Потому что возникают вот эти желания, как мы и читаем. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодей и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миром, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, да ревность и любит Дух, живущий в нас. Но тем большею дают благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смирённым даёт благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники и справьте сердца двоедушные. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить, для ваших вождений имеется в виду греховных ваших желаний. Когда мы желаем чего-то хорошего, которое не противно Богу, которое загоняет нас в суету, то, как мы и читаем, «Доныне вы ничего не просили во имя моё, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Чтобы радость ваша была совершенна. то есть просите, но то, что соответствует воле Божией, Бог будет содействовать, помогать. Но просите не получаете, потому что просите что-то, что не угодно Богу. Прежде всего, когда вы что-то планируете, братья и сёстры, вы должны понимать, что вы должны именно разделить планы на, скажем так, главные вопросы, второстепенные и остальные. Если вы так распределите, то получится так, что вы не успели всё сделать, то, что вы запланировали, но при этом вы сделали главное и фактически в общем числе, можно сказать, 90% того, что вы хотели, вы сделали. Если вы будете делать как бы одно за вторым делом, не выделяя главное на второстепенное, то вы можете множество сделать мелких дел, но главное не успеть. И получится, что вы фактически целый день провели, но успели, если вы правильно распределили время и выделили главное, второстепенное и иные вопросы, разделили и начали с главного. Вы бы решили, например, 90% всех задач, а так вы решили всего 10%, и главного не успели. Кроме того, очень важно, братья и сёстры, чтобы вы умели довольствоваться, то есть на каждый день довольно своих забот, то есть успели вы даже главное сделать, или даже, может, не до конца, но уже вы действительно потрудили всё. Будьте довольны этим и не загоняйте себя, нет, 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 можно там до ночи работать, главное доделать и так далее. Поймите, ставьте на второй день, чтобы вы могли успеть ещё и помолиться, и возможно отдохнуть. Вообще вот этот очень быстрый там жизнь, это нехорошо. Он загоняет не раз человека в такую раздражённость и усталость, и вы тогда даже с духовной точки зрения, не говорю, уже со стороны здоровья вашего, и физического, и психического здоровья, а даже главное со стороны духовной, вы становитесь в такой обстановке, вы больше согрешаете, это однозначно. Когда вы перегружаете себя, вы больше согрешаете, и это уже очень плохо. Это хуже даже, чем перегрузка физическая и психическая. Как мы и читаем. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего это ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится к вам. Итак, не заботьтесь о завтрашние дни, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, доволить для каждого дня своей заботы. Что имеется в виду заботы? То есть, не имеется в виду ничего не делать, братья и сестры. Значит, вот мы читаем слово, что оно означает еще? Слово, которое здесь переводится как забота, значит, в греческом языке оно звучит следующим образом, меряем не сите, что означает забота, также попечение, но также тревога и волнение. То есть, вот в каком смысле говорится. Не переживайте, не волнуйтесь. Конечно, работать нужно, главное его сделали, остальное перевели на другой день, значит, и спокойно, просто не теряйте вот этот мир седичный, спокойствие. Вот что имеется в виду, потому что иногда говорят, ну как это не заботиться, что ничего не делать и так далее. Нет, не это имеется в виду, братья и сестры, нужно делать, но как-то умеренно, без волнения, без переживания, без того, чтобы загнать себя, понимаете, просто вот как лошадь, когда очень много она бежит, и не дать ей передышку, она просто может на ходу умереть. Вы как загнанная лошадь можете тоже себя загонять, потому что есть планы, вы составили сами планы, вы сами же становитесь рабами вот этих планов. Это неправильно. Работать нужно, но нужно разделять, что главное, что вторисепенное, и также работать умеренно. Что еще имеется в виду слово, как говорится, что употребляете для своих вожделений? Идонасис, слово греческое, так звучит, оно означает наслаждение, страсть, похоть, удовольствие. Имеется в виду грех, удовольствие греховное, или когда удовольствие ставится выше в ущерб Божьего дела, служения. Как оно подстрочно еще переводится, чтобы вы себя не растратили в наслаждениях вот этих удовольствиях, или это греховное удовольствие, или это удовольствие, даже, возможно, не греховное, но когда оно ставится выше Божьего служения, Божьего труда. И вы этого просите, очень хотите, и не получаете, потому что употребляете, вот как мы читаем, для своих вожделений. Ещё раз. Первое — нужно свои планы, свои желания сравнивать с волей Божьей. Второе — нужно разделить ваши планы на следующий день, чтобы они, во-первых, были реалистичны, во-вторых, разделить на главное, второстепенное и иное. Также уметь довольствоваться и тем, что вы сделали, вот главное сделали, не всё второстепенно успели сделать, ничего, умели быть довольны этим, братья и сёстры. Вот эти моменты очень важны, чтобы вы и не ленились, трудились, но вместе с тем это не было в ущерб Божьего дела, и вы не загоняли себя в очень высокий ритм жизни и теряли при этом мир сердечный, и начинали намного больше грешить. Этому не угодно Господу. Поэтому сказано, что до воли каждый дня свою заботу, то есть умеренно трудиться. Аминь. 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 Продолжение следует...